Выключиться тогда. Блин, как мне жарко. Всё? Да. Здравствуйте. 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 Сегодня 27 мая 2016 года. Канал Артур готов к программе «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей и Валерий. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. И до новой исторической эпохи осталось 526 дней. Так, вот у нас там писем много написали. Да, Сергей? Да. Ты там письма какие-то хотел прочитать? Да, ну вот в частности пишет нам соратник из Санкт-Петербурга, с большим одобрением к вам относится, пишет, что «Вячеслав, вы мой кумир, вы для меня как отец, человек 31 год, работает в Санкт-Петербурге, возит туристов и стал свидетелем неодобрения российских властей, в частности от иностранцев, но кроме китайцев. Агитирую за вас и за артподготовку. До конца буду с вами, обращайтесь по любому поводу. Голосую завтра и послезавтра за Вячеслава Мальцева». Спасибо. Спасибо большое. Так, все? Я забыл вот сказать интересный момент такой, позавчера шел пешком сюда и прохожу мимо набережной, летит вертолет такой весь, ну Ми-8, раскраска боевая такая для гор, то есть летит, наверное, из Таджикистана, ну потому что как раз здесь маршрут проходит, и сразу вспомнил я события давно минувших дней, да, когда в 88-м году из Афганистана выводили вертолет в этот же день, представляешь, ну в смысле войска выводили, летел оттуда вертолет, и упал он у Сабуровки, в Волгу, тогда много людей погибло, и вдруг я подумал, что какие-то еще события происходили в эти дни, и вспомнил, что в 13-м году у нас в эти же дни упал вертолет, представляешь, то есть вот такие опасные какие-то деньки, конец мая месяца для вертолетов в Саратовской области, так что вот кто там, при делах, что называется, пусть помянит тех людей, которые там в этих вертолетах были. Такое еще письмо нам прислали от монархиста Алла, несмотря на то, что вы перестали читать письма спонсоров в эфире, все равно пересылаю вам средства. Пару раз выкладывал ваше видео в своей группе для монархистов, там 12 тысяч человек, надеюсь на сотрудничество в будущем, зарегистрировался, жду голосования с наилучшими пожеланиями. Сразу уточню, письма спонсоров мы читать не перестали, но по умолчанию мы их не читаем, чтобы наших спонсоров не дискредитировать лишний раз. Если вы хотите, чтобы мы зачитали, с удовольствием это сделаем. Вы укажите, чтобы мы зачитали, и мы зачитаем, нет вопросов. Просто как-то договорились, что не будем светить лишний раз людей, хотя уже время приходит открываться, снимать маски и уже в открытую. Еще вопрос в чате от нашего рядового тролля, он очень обижается, что мы его называем троллем, хотя имеют все признаки таковые. Вячеслав, вопрос, зачем вам пятилетняя диктатура? Почему сразу после свержения путинской власти власть не может отойти народу? Что вы собираетесь делать в 5 лет такого, для чего нужно подавление народа? Вообще, по идее, Моисея 40 лет делал, выгонял из людей рабство. Как можно, вот представьте, взять власть и отдать ее рабам, ватникам, которые сейчас кричат, бей там, жида, хохлов, там, как их, я не знаю, они там называют, для которых самый страшный монстр Обама-обезьяна, кто там еще у них там, который ездит на разбитом дрожпаке, на котором написано «меняю на шкуру Обамы». Это вот им, что ли, власть дать? Их надо вначале как-то цивилизовать, чтобы они хоть понимали, о чем речь идет, да? Потому что, ну, вы же понимаете, я же говорю, не даром в Библии написано, что рабов Моисей гонял 40 лет по пустыне, не хотел их никуда приводить, чтобы поколение сменилось. У нас нет времени менять поколение, поэтому мы будем работать в усиленном информационном режиме. Но вы представьте себе, они засирали им мозги, всякие Киселевы, Соловьевы и прочие ушлепки столько лет, а нам нужно 5 лет, чтобы это вымыть из головы. Я помню депрограммиста американский, очень хороший, который сектами занимался, Тед Патрик, он писал, я у него читал несколько статьй, но такие в советский период их сброшировали по тоталитарным сектам, он интересно пишет о допрограммировании о том, что невозможно промыть мозги, возможно запрограммировать, то есть вот то, что туда попало, вот эта херня, что вот эти гады несут, она вся эта херня остается, ее просто нужно как-то припудрить, припомадить, чтобы она уж не совсем поганая была, а вымыть из головы вот это, ну невозможно так устроен человеческий мозг, к сожалению, мы можем только вот как-то, как это сказать, перенаправить, ну а может быть и к счастью, мы об этом говорили, вот для этого как раз нужен такой срок, но это не значит, что 5 лет будет как какой-то там вообще дичайшая диктатура какая-то, а потом через 5-е народовластия, нет, это поступательные шаги, реальные с первого же дня для достижения полного народовластия, вот мы о чем говорим. Ну это поэтапная система, потому что в любой политике она присуща, это не значит, что 5-го, 11-го, 17-го все, кто попало, да, там просто с улицы пришли, сели в кабинеты чиновников, там министров, депутатов и сказали, все, мы теперь здесь власть, так не получается. Пишут, тут не все дебилы, ну слава богу, мы на это и рассчитываем, конечно, единственный только расчет. Так, что у нас еще там? А, вот, нам Анатолий позвонил из Волгограда, я думаю, что же я не сказал, ну страшную информацию такую принес, что тамошние тюрьмы сейчас переполнены этапами из Крыма, то есть в Крыму говорят, кормить нечем заключенных, но я рассказываю рассказанное, и этапами сейчас их вот загоняют тут в ближайшие регионы, в частности в Волгоград, то есть странная совершенно ситуация, не еду везут к пузу, да, а пузо везут к еде, это вот, ну в тюремном варианте это вообще как-то очень странно и, наверное, накладно. Но самое интересное, что в основном всех граждан, которых вывозят из Крыма, это вывозят граждан Украины, и они очень недоумевают, почему же их не отпустят на Украину, а привезли в Волгоградскую область, вместо того, чтобы как-то решить этот вопрос уже, ну, нормально, да, в соответствии как бы с мировой практикой. Ну и в завершении, наверное, перед новостями нужно сказать по поводу Праймерис. Сегодня у нас, в общем-то, такой последний день неактивных действий, 27 число, завтра, уже завтра в субботу, жители 13 городов России смогут принять участие в Праймерис Волна перемен, значит, список этих городов есть у нас на странице ВКонтакте, ссылка есть в описании на эту страницу. Вот, следовательно, завтра, 28 числа, начиная с 10 часов утра, вы можете прийти на свой избирательный участок, если в вашем городе он есть, и проголосовать, мы призываем, естественно, голосовать за Вячеслава Мальцева. Собственно, если по какой-то причине прийти вы не можете, или в вашем городе нет избирательного участка, то вы можете проголосовать наряду со всеми 29 числа, начиная с полуночи и заканчивая 21 часом. То есть, тоже просим особенно на это внимание обрастить, потому что кто-то может в воскресенье задержаться, не знаю, развлекаться, отдыхать, приехать домой вечером, в общем-то, с желанием проголосовать, а выяснится, что время уже стекло. Поэтому до 21 часа призываем вас голосовать за Вячеслава Мальцева на сайте Волна перемен. Спасибо. Давайте к новостям, а то у нас их полно времени. Под Саратовом упал вертолет Ми-8. Не-не-не, ты читаешь старую новость про 2003 год. Слава Богу, ничего не упало. Это я пометку сделал. Стали известны подробности нападения на воинскую часть в Владимирской области. Как они, что там произошло. Караульные нарушили правила караульной службы. Один пришел с одного поста к другому в гости. Положили автоматы. Вдруг забежал какой-то Бэтмен, человека в маске. Схватил один из автоматов, стал угрожать, а потом выстрелил одному в грудь. По крайней мере, такая официальная версия. Совершенно она не катит. Поверьте, будет потом совсем другая версия. Потому что я не нес караульную службу никогда в жизни. Я пограничник, поэтому я нес пограничную службу. А в школе сержантского состава, где была караульная служба, я ее не нес по причине того, что в другие наряды меня отправляли. Я ни разу не ходил. Я за всю службу ни разу не ходил в караул. Почему? Потому что, я говорю, пограничная служба была. Я в школе сержантского состава не попал в караульную. То на кухне, я на кухне миллион раз был. Там и посуду мыл, и помповара, и кем хочешь. И на КПП стоял, и что только не делал. И потом, когда пришел на заставу в линейное подразделение, я был сержантом, часовую заставу я не мог быть. Почему? Потому что это как бы рядовые. Кроме всего прочего, это не караульная, а пограничная служба. А на заставах нет караульной службы. А вот, тем не менее, я все равно понимаю, что там не должно так быть. Потому что я служил в армии, и, в общем-то, понимаю, как там должно быть. И читал устав вооруженных сил. Поэтому мы получим новую какую-то информацию, где тут будет уже совсем другое что-то написано. Ну, не совсем, конечно, другое. То есть, что пуль попал в грудь, там так и будет написано, что пуль попал в грудь. Но вот насчет Бэтмена в маске, все-таки как-то там... Не, я полный допускаю, что он был в маске. Но вот вопрос, почему он был в маске? Чтобы его не узнали, если это какой-то прибежал человек с улицы, грубо говоря, которого они никогда не увидели, как они его могут опознать. Поэтому посмотрим, что там. Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу на комбинате. Да, горнообоказительный комбинат в Башкирии. Тут вот как-то сегодня много очень стрельбы такой странной. Пришел мужчина, я так понимаю, работник, выстрелил охраннику в глаз, пошел наверх, зажег петардой. Но я не думаю, что это петарды, я думаю, что скорее это какие-то фейерверки, потому что все это там очень сильно загорелось сразу. Вот фотографии. В общем, устроил пожар, потом его подстрелили. Говорят, вынуждены были применить оружие. Я думаю, что как-то особо сильно ему там и не предлагали сдаться. То есть просто стрельнули и все. Как быть, моя версия такая, но я думаю, что так оно и было. На химическом предприятии в Тульской области произошел взрыв. Да, химическое предприятие Азот. Такое, само за себя говорящее название Азот. Там произошел взрыв. Говорят, в общем, ничего страшного. Такая какая-то ерунда. Из-за дефекта трубопровода эта ерунда произошла. А знаешь, почему из-за дефекта трубопровода? Сергей, не знаешь? Ну, потому что все сгнило сто лет назад. Правильно. Потому что произошло, конечно, из-за чего-нибудь другого, скорее всего. Но трубопроводы все делали в советский период. И когда все здесь взрывается на каком-то химпредприятии, то дается большая взятка. Мы это проходили. Это делал Лукоил на этом самом... На Оргсинтезе. Когда произошел взрыв, выброс цианида, погибли люди. Три человека получили ранение, один человек погиб. И произошло это в новогоднюю ночь. 14 января дело было прекращено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, так как было дано заключение, что авария произошла из-за старой трубы, которой 25 лет, такой же вот, из-за дефекта трубопровода. А те люди, которые это монтировали, они не подлежат уголовной ответственности, поскольку 25 лет прошло, и где ты их найдешь. А инженер, который это все проектировал, помер давно. Так что все, извините, кино, как говорится, не будет. Здесь та же самая ситуация и по любому химическому предприятию Российской Федерации эта схема работает везде. Что бы ни случилось, это виноваты большевики. Я не знаю. Это все придумал Черчилль в 2018 году. Почему эфир пропал, объясните. Да, я как раз хотел зачитать этот вопрос. Ну, в общем-то, мы вчера и в эфире, в чате отписались, ну, чтобы люди просто не ждали, чтобы произошли технические проблемы. Да поток грохнулся. Ну, да-да-да. И, в общем-то, эфир продолжен не будет. Потом ВКонтакте продублировали, опять же, чтобы просто никаких недопониманий не было. Поэтому, в общем-то, ничего страшного не случилось. Просто технические проблемы. Такое бывает. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании. Тут пишут, Мальцев сам знает, что правильно, что неправильно. Ему Боженко дал право пять лет воли народа определять. Нет, никому такое право не дано Богом. Оно как бы берется самими собой. То есть, это только народ может такое право кому-то временно передать. Ну, я не считаю, что это должно передаваться какому-то Мальцеву или не Мальцеву. Это, опять же, должна быть система. Те силы, которые придут к власти, они должны, в общем-то, в течение пяти лет определить вот эту диктатуру, так скажем. А потом отказаться от нее. Причем все вместе. Главная задача какая? Привести к власти народ, чтобы был народовласть, а самим уйти навсегда. То есть, чтобы пять лет те люди, и это изначально, мы об этом говорим, те люди, которые будут все это делать, они должны быть готовы поработать в течение пяти лет, и потом пойти на заслуженный отдых. Мы обеспечиваем там все, что угодно. Я думаю, без проблем. Они будут иметь самый синий паспорт, чтобы ездить по всему миру. Они будут иметь нормальную пенсию. У них будет все хорошо. Но во власти они быть не должны. Они должны заниматься своими личными делами. Внуков воспитывать. Нужно все-таки понимать, что когда мы говорим о диктатуре, мы не имеем в виду, что кто-то будет там с кнутами ходить. Мы имеем в виду источник власти. То есть, диктатура как источник власти. И мы знаем множество примеров, когда были диктаторы, я имею в виду исторических примеров, может быть, не в России, но тем не менее, когда были диктаторы, которые за короткий промежуток времени поднимали страну с руин. Да, Павел, сумествован такой диктатор был, националист. И как к нему относился народ, самое главное. Ататюр, как он на деньгах, до сих пор его портрет. Так что тут масса таких примеров, когда нам говорят, вот вы назовите хотя бы одного националиста, который что-нибудь сделал хорошо. Ну, не знаю, как тут. Красный террор. Да нет, никакого красного террора не надо, слава богу, сейчас. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в центре Владивостока. Ну, вот она пишет, что это полная ерунда, что здание вовсе не двухэтажное, а гораздо больше. Вот человек пишет, Вячеслав, спасибо вам, я из Владивостока, я недавно устроился на работу с соседним зданием, с тем, в котором ночь 27 мая произошел пожар с уничтожением архива УБЭП. Вот как. Про это что-то никто не пишет, что архив УБЭП сгорел. Местные новости врут. Я днем встречал плачущего китайца, из китайского ресторана. Ресторан расположен в подвале, на пожаре у нее погибла супруга, это уже вторая жертва. Нам пишут про дну, причем говорят, что бабушка какая-то синяя, там умерла и все, в общем-то. А новости говорят только об одной женщине, проживающей ранее в сгоревшей квартире на третьем этаже. Ну, насчет третьего этажа я не знаю, вот прям читаю, вот РЕН-ТВ, пожар вспыхнул в двухэтажном здании в центре Владивостока, мы ничего не придумываем, вот это они придумывают. Я даже раньше успел с ней познакомиться, это была порядочная женщина, не пьяница, вот он не зря это пишет, потому что уже человек после смерти оговорили. В новостях написали, что в этой квартире был притон, но мне коллеги по работе рассказали, что в действительности притона у нее дома не было. Фотографиям хорошо видно, что сгорело больше этажей, чем один третий, а также несколько минут на приезд пожарной охраны, тоже вранье от местных новостей, огонь сумел три этажа с подвалом сожрать, только потом явились огнеборцы. Похоже, в этот раз тоже будут все валить на жертву пожара. Простите, что написал вам именно по такому неприятному событию. У вас будут голосовать за вас. Удачи, удачи. Спасибо большое. И просим всегда, пишите, если вы стали свидетелем, потому что это очень интересно, знать правду. То есть мы должны же понимать, по многим вопросам где-то интуитивно мы доходим, ну где-то благодаря опыту там жизненному и так далее. Но когда есть живые свидетели, которые говорят, да это все фигня, они врут, то это очень важно, чтобы вот лишний раз, может быть, конечно, как котов их тыкать там в дерьмо, смысл нет эти кисель, СМИ, да, ну, что для понимания ватников, вот вы говорите, как ватников перевоспитывать, вот так и перевоспитывать, как, по-другому никак не получается. Хватит фигню читать, да, почему фигню-то? Учительницы из Златоуста, обвиненные в жестокости, подожгли дом. Да, кстати, вот учительница, которая заставляла читать, учить эти стишки про Единую Россию, вообще про КПСС этот стишок, но они там написали, что это на самом деле про партию власти, которая раньше была КПСС, а теперь стала Единая Россия, представляешь, в детской книжке это написано, это же просто охренеть. А вот у учительницы домик, смотрите, как хорошо живут учителя, все ли учителя так хорошо живут, или только те учителя, которые агитируют так активно детей за Единую Россию, ну я понимаю так, что у нее все в порядке, у этой учительницы, вот домик сгорел, она говорит, что подожгли, я уверен, что не подожгли, я думаю, что, конечно, это, ну там, или молния шарахнула, или что-то еще, ну потому что, ну потому что так жизнь устроена, да, вот сейчас мы увидим, будет заключение, посмотрите, что это, что-то такое, не связанное с поджогом. Четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы после падения двухметрового шкафа в больнице под Омском, сообщает СУСК РФ по региону. Девочка попала с высокой температурой, четырехлетняя, причем с мамой в больницу, мама отошла от градусник, отдать туда, значит, медсестрам, почему медсестры-то не собирают градусники, непонятно. Девочка, я понимаю, так свалила шкаф, четырехлетняя, какой же должен быть шкаф, какая же девочка, представляете, четырехлетняя, подошла, взялась там, ну максимум, что она может, это открыть ему, да, шкаф упал, и ребенку причинил тяжелую черепно-мозговую травму. Это вот нафига, вот это вот нужно, я вообще не понимаю. Прокуратура на Урале проверит детсад, где умер ребенок. Да, в Челябинске, в Челябинской области, господи, прокуратура проверяет в Коркино, такой, населенный пункт Коркино, там в больнице умер ребенок, который был доставлен из детского сада. У него тяжелое пищевое отравление было. Вот так. В Саратии умер 11-месячный ребенок, которого мать оставила с подругой. Очень много детей гибнет, конечно, просто, вот я быстро прочитаю все. Тело подростка нашли в заброшенной шахте в Новокузнецке, он упал в эту шахту, а вот в районе Тутаева нашли тело шестилетнего Вани Мирова, который пропал два года назад. То есть, вот он и семилетняя девочка Даша ушли гулять, скорее всего, провалились в полынью. Я помню, у меня в практике такой был случай, пропала девочка Вика, а у меня был частный охранный изыскной, называл частный изыскной бюро Аллегро. Это был 90-й год, и она пропала, если мне не изменяет память, в конце января, а в начале февраля, может быть, это было. И мама ее обратилась к нам и попросил найти ребенка. Она пропала, должна была подойти к папе, который кинотеатр и кран, что на набережной в 12 часов она должна была подойти, они должны были смотреть фильм, но она не появилась. Ну, мы поискали, поискали, а потом, значит, все-таки решил я подружек потрясти немного. Представляешь, ребенку 12 лет, что ли, ну и подружки, соответственно, такие. То есть со взрослыми у них контактов нет, они не разговаривают, но я вот интуитивно почувствовал, что они что-то врут. И я еще сделал, я одной своей подруге подговорил брата, 13-14-летнего, сколько ему там было, чтобы он с ними законтачил, и вот он там что-то, за это я ему какой-то подарок сделал, он законтачил, и они прямо ему не рассказали, но он тоже еще ребенок был, не мог их так расколоть, а иносказательно, как-то намеками, но он понял, то есть он передавал разговор, и мы поняли, что они гуляли у Зеленого где-то острова, достаточно, кстати, далеко, и она провалилась в полынью, и вот мама ее собиралась ехать к Ванге, вернее, уже и билеты и все купила, я говорю, ты знаешь, ты не торопись, почему я говорю, потому что я имею сведения, что, наверное, все-таки она погибла, утонула, я говорю, давай дождемся 12 апреля, я так просчитал, какая температура воздуха, какая воды, думаю, ну, к 12 апреля, если она там утонула, она где-то вот здесь, у этого же кинотеатра экрана всплывет, да, и как раз так и получилось, представляешь, день в день, вот я назвал число 12 апреля, 13 апреля, к Ванге должна была ехать, и она всплыла, это я к тому, что вот предыдущая информация, что в заброшенной шахте, вот искали очень долго, там ребенок упал в шахту, а его товарищи, они ничего не сказали, потому что сильно испугались, тоже попрятались, и так далее, то есть такие вещи надо иметь в виду. День пограничника, 20.00, да, спасибо большое, да, День пограничника с 20.00 начинается. Спасибо. В Нижнем Тагиле погиб молодой человек, прыгнувший в фонтан. Совершенно, вообще безумие, представляешь, молодого человека, вероятнее всего, убило током. То есть это то, о чем мы говорили, вот мне эту новость скинули, Дмитрий написал, вы уже давно предупреждали, что в наших фонтанах купаться смертельно опасно, и спрашивали, почему на Западе безопасно купаться. Но это не совсем так, там небезопасно, но помнишь, как в Берлине полицейские застрелили мужика, который в фонтане купался, но, по крайней мере, его не убило током и не могло там убить. И если бы, наверное, он не был под наркотой, не прыгал на всех с угрозами, с какими-то, ну, наверное, бы он тоже живой остался. А у нас действительно, у нас может убить током, у нас можно подхватить какую-нибудь такую заразу в этом фонтане, что потом не вылечит нигде уже. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. И всех пограничников от всей души. Поздравляю. Ребенок с арбалетной стрелой в голове оставил предсмертную записку. Ребенок жив остался, но сам факт ужасный. Ребенок стрельнул себе в голову из арбалета, который подарил отец, восьмиклассник, представляешь, и он прошла стрела насквозь, то есть застряло в голове, сквозное ранение, жуть какая-то. Будем смотреть, что дальше, надеемся, что ребенок выживет. В общем, конечно, у нас такое к травмам головы, вообще к ранениям головы отношение утрепетное, что ли. То есть считается, что вот если там в голову попали, то все считай, куськой звали, человек умрет или там останется инвалидом, калекой. Да, такая вероятность есть, но вот не забывайте, что во время войны в Великой Отечественной 10% получали ранение головы. И не все умерли, не все остались инвалидами. Тут уместно вспомнить Кутузова, который дважды был ранен в голову. Однажды, когда пуля попала в левый висок, ее достали через правый глаз, если вы помните, да, и после этого Кутузов, который до этого не отличался, говорят, умом и сообразительностью, и интеллектом, стал особо одаренным человеком, интеллектуалом, прекрасным дипломатом, оратором. Так что, ну, по-разному случается, будем надеяться, что мальчонка это как-то выживет. В отношении сына замглавы Лукоэла возбудили уголовное дело. Да, ну, я понимаю так, что Вова, может быть, посмотрел по телевизору, какой беспредел, может, еще что, и вызвал там кого-то постреки, он сказал, слышь, что за фигня происходит, Лукоэл только десятину отстегивает, а надо больше, и все, сейчас вот начнут вот это, ну, повод хороший, я так понимаю, мы ждали, что, когда начнут Лукоэл, доить уже по-серьезному, потому что денег нет, надо с них что-то забрать, какие-то, ну, там, сейчас самый большой пакет акций у Олег Первого, так что, я думаю, он тоже под раздачу попадет, поскольку, ну, как Путин ему должен заявить, что Бог делиться велел, а как денег нет, ну, вы там это, держитесь, хорошо настроили, а у этих ребят как раз деньги есть, поэтому сейчас огромное количество желающих поделить эти деньги, просто огромное, а повод они дали, то есть, они выпендрились, и сейчас их будут резать на части, в общем-то, как до этого поступили с этим, с Варданочем, с этим, с Смаиловым, помните, ну, там говорят, Варданочка из-за Лужкова трамбовали, не из-за Лужкова, а из-за мертвых американских президентов, то есть, из-за портретов, из-за денег, а не из-за Лужкова, Лужкова, это тоже как бы повод. Россияне за год стали более критично оценивать выбранный стороной курс. Нет, тут разные вот цифры даются, что прогнозы россиян на следующий год стали более пессимистичными, если в мае 15-го года значительного улучшения качества жизни ожидали более трети, 35 процентов респондентов, то есть, сейчас подобные ожидания разделяют 27 процентов участников вопроса, причем, из-за этих 27, вы подумайте, сколько еще 5-го, 11-го ждут, то есть, улучшения не связывают именно с революцией, это не противолучшение, что Путин возьмет и сделает лучше, таких, я думаю, уже вообще нет придурков, они им всем сказали, держитесь, все, они всем поняли, они держат хорошего настроения, а вот нам пишут в чате в тему этого, до 5-го, 11-го, 17-го цены на нефть могут подняться, Вова поднимет зарплаты и пенсии, и тогда революция провалится. Ну, во-первых, ни в коем случае цены на нефть не поднимутся, потому что им не из чего подниматься. Весь мир взял другое направление, абсолютно другое. Случилось это в 14-м году, в мае, когда основные еврейские семьи продали все возможные акции нефтяных компаний. ну, что же они глупее паровоза, и все стали заниматься какими-то этанолами, там, я не знаю, какими-то зелеными технологиями, стартапами какими-то связанными, я не знаю, там, с солнечными батареями, с электричеством и так далее. Поэтому, ребят, этого ничего не будет. Нефть, все, может, она и будет стоить много, я даже убежден, может, и 200 она будет стоить, просто она никому не нужна будет, да, как сейчас керосин, если бы самолетом не заправляли, да, вот последнюю керосиновую лавку в Саратове закрыли, сколько лет, 20 назад, да, на Мичурино была, ну, да, какое-то время еще передал, я помню, еще, ну, уже взрослым был, ходил мимо этой керосиновой лавки, туда кто-то даже приходил за керосином, да, ну, какие там объемы, вот там эту бочку наливали, полторы тонны, ее продавали несколько месяцев, потому что, наверное, никому это не нужно было. Даже если предположить, что нефть сильно поднимется и всем будет очень нужна, то вы действительно думаете, что эти деньги будут потрачены на пенсии, а раньше, почему их не тратили на пенсии, почему-то именно сейчас. Ну, потому что имеется в виду, что Вова хочет сохранить свою власть. Он всегда хотел. Он всегда хотел, но нужно понимать, что Вова, может быть, и не чувствует уже опасности, он оторвался. Президент США Барак Обама сегодня приехал в Хиросиму. Ну, вот мне тут написали, что я опять на этот раз не ошибся, ну, наверное, лучше было бы и на этот раз не ошибся сказать, потому что имелось в виду, вопрос тогда задавал нам человек, вот он и написал, попросит ли Обама прощения за бомбежку Хиросимы. Я тогда, помнишь, сказал наотрез, что ни в коем случае, потому что они рассматривают бомбежку Хиросимы и Нагасаки несколько иначе, американцы, чем японцы и все остальные. Они рассматривают это как прекращение войны и создание условий для сохранения жизни двумстам тысячам американских военнослужащих. Поэтому, ну, как-то я думаю, что Обама мыслит абсолютно так же и ни в коем случае извиняться за это не будет никогда. Почему? Потому что американцы рассматривают Японию в том конфликте как агрессора. Так оно, собственно, и было формально. Мы знаем, что было нападение на Перл-Харбор и, в общем, все в порядке. Лидеры G7 признают важность диалога с Россией, но санкции хотят оставить. Да, видишь, вот санкции они хотят оставить, но меня вот в данном случае интересует совсем другое. Меня интересует вот эта вот фотография. И не только это там таких много фотографий. Это вот лидеры стран, значит, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, США и Японии. То есть, G7. Вопрос знатокам, а почему же их 9 всегда? Почему же в G7 всегда 9, а они всегда в девятером фотографируются, все и так далее. Очень такой вопрос интересный, как Хазан говорил, вопрос, конечно, интересный. Ну, а про вот эти санкции, я понимаю, что Путин очень хочет, чтобы какие-то удавки на шее отпустили. Но тут даже непонятно, что от этого будет, хуже или лучше, если сейчас отпустят. Опять дисбаланс. Представляешь, то есть, вот сейчас опять нужно что-то перестраивать. Вот какая-то плохая система, но она работает. Да, тут раз они, допустим, взяли бы сказали, так все, нет никаких санкций, идите гуляйте. Не знаю. Вот насчет санкций, кстати, сегодня, только не думайте, что это реклама, да, но я бы готов в случае, если бы предложили сделать такую рекламу, сегодня мы зашли на белорусскую ярмарку в центре Саратова. Мы были потрясены тем, что в основном там китайские товары, конечно, то есть, вот весь шерпотреб китайский, но еда какая-то была белорусская, мы купили тут вот, покушали все вместе, вкусно, нам очень понравилось, но больше всего нам понравился вот такой вот хрен, который называется хрен столовый боярский, тот самый вкус, хрен, хрен, ой, вот он, хрен боярский, это такой, для холопов России, чтобы они могли хрен боярский получать, очень, очень, с тем самым вкусом, с тем самым вкусом, да, когда там медведи вы всякие со своими держитесь, шуваловы на Роллс-Ройсах, Путины там со своими виланчелями, а нам хрен боярский, я сразу вспомнил тот южный парк, когда в день благодарения собирали консервный сбор, и все принесли Кенни, самому бедному хрен, потому что хрен протертый, говорит, что у нас тут для Кенни, хрен протертый, хрен протертый, и хрен протертый, надо принести что-нибудь еще, а то у семьи Кенни будет очень тяжелый, очень хреновый день благодарения, да, вот так и здесь, хрен боярский, очень хорошее название, тут боярского, не боярского, в том-то и дела, именно боярский, такой, для холопов боярский хрен, в принципе, можно такой стартап запустить, да, для наших сратников, у кого есть желание, можно производить хрен моржовый, ну, во-первых, это необычно, во-первых, потому что это красиво, как в том анекдоте, во-первых, потому что это красиво, да, правительство попросит Путина продлить продуктовый эмбарго до конца 2017 года, так, ну, это понятно, что Медведев должен в ответ на там такие санкции, как империалистические выпады лидеров G7, да, принять какой-то вот ответ Чемберлену, ну, вот, объявил о продлении продовольственного эмбарго, это ответ Чемберлену, будем и дальше, хрен боярский, кушать, без соли, последний хрен, без соли, Южная Осетия перенесла референдум о вхождении в состав России на 2017 год. Вчера еще был, мы не дошли до этого, вчера не успели сказать, ну, в общем, такая ожидаемая совершенно информация, потому что, Вова Путин, в общем-то, это от него зависело, он бы мог там дать команду давайте или не надо, вот он сказал, пока не надо, как я понимаю, почему, потому что, признаешься, накануне сбора вот этой G7, сказали, ну, тут еще и Осетия Южная собираются в состав России входить, вы как там вообще ну, очень сильно бы разозлились, так что посмотрим, что будет в 2017 году, ну, вот, я не думаю, что Вове будет сейчас интересно дразнить вот этих вот гусей, G7 вот этих вот, ему это нафиг не нужно. А вы не видели фотографию сегодня была, облетела, в общем-то, все социальные сети, где сидит Путин один в каком-то зале заседания, но я так понимаю, постановочная фотография, он там сидит, весь такой красивый, и надпись начался G1, заседание G1. Хороший, да. Савченко заявил о готовности пойти в президенты Украины. Да, тут еще вопрос, ваше отношение к реституции, но я как юрист понимаю под реституцией только одно, да, это приведение сторон в первоначальное состояние. Вы мне скажите, каких сторон, какие стороны нужно привести в первоначальное состояние? Реституция это механизм, это инструмент, вернее, юридический. И что считать первоначальными состояниями? и вообще, о чем речь идет, когда говорят о реституции, там, Савченко заявил, что готова пойти в президенты Украины, да, в общем, она хорошую речь сказала, она сказала, украинцы, украинцы нужно, чтобы я была президентом, вопрос, хорошо, я буду президентом, я просто еще не совсем верю, что у нас уже люди научились голосовать не за гречку, очень хорошая фраза, вообще, вот, ну, не даже говорят, что тюрьма из людей делает политиков, вот, реально, стал девушкой политиком, причем, очень серьезным политиком, и если все сделает правильно, то есть, не будет мазаться там ни с кем, а я думаю, что она все сделает правильно, то станет президентом сто процентов, и это очень хорошо, вот, она пишет, я люблю летать, она говорит, но если надо, я сделаю это, пройду этот путь, и буду работать с отдачей, но она не сказала, что она завтра станет президентом Украины, то есть, в общем-то, обозначены некоторые цели, и правильно она их обозначила, то есть, очень правильно, что она сразу заявила, а то начинает что-то кривляться, кокетничать, да нет, да туда-сюда, здесь все очень правильно, все очень четко. Человек просто надрывается в чате, пишет, я спрашиваю последний раз, кто из саратовчан реально встречал Мальцева на улицах, то есть, у человека прям очень он возмущен, но... Сергей, ты Мальцева на улице встречал? Ну, бывало такое. А ты, Валер, тоже бывало. Мы некоторых наших соратников, кстати, даже приглашали на эфир, и даже не только из Саратова, но таких, кто с нами уже достаточно долго связь держит, и не очень понятно, как бы мы такую махинацию провели, то есть, то есть, мы вообще-то в Вилюсе вещаем, сидим, да, но приглашаем... в этом, в Гетербурге, в Гетербурге, да. Ты спутал, Мальцев в Гетербурге, в Гетербурге, да, очень смешно, конечно. На территории Польши начали вырубать Беловежскую пущу. Да, видишь, какой, будут вырубать сто восемьдесят, восемь тысяч квадратных метров к двадцать первому году, то есть, это восемнадцать, меньше девятнадцати гектаров. И все СМИ, какие только есть, об этом написали, и все в негодуют. Вот РБК негодует, МК негодует, РИА негодует, ТАЗа негодует, Блокнот РУ, Регнум, все, все негодуют. Я вот всем этим негодующим скажу, а вот вы как насчет миллионов гектаров, которые Путин отдал, китайцам миллионы гектаров под вырубку, в России и он отдал, не в Польше. Чего они не негодуют? Миллионы, не восемнадцать, блин, гектаров, а миллионы гектаров. Миллион уже вырубили, миллион гектаров уже вырубили. Польша, видимо, интереснее. Нет, конечно, Польша интереснее, тем более, что, так, для чего они там, они причем для чего-то там вырубают, для каких-то таких нормальных целей, то есть не в Китае отправляют. Представляешь, ну вот это вот очень важная тема, посмотреть, что в Польше под одеялом у самих там бревно из глаз торчит. Единая Россия огласила предварительные итоги Праймерис. Огласить весь список, Павел, помнишь, как в этом огласила весь список? Ну, фактически, что сделала Единая Россия? Ну, провела предвыборную кампанию еще до ее объявления. Определенных мажориков воткнули за бабки, да, решили все вопросы и развели как лоха Медведева. Представляешь, вот Медведева развели прям как последнего лоха, поскольку полностью теперь Вячеслав, он до этого контролировал всю Единую Россию, а сейчас он более даже, то есть, я думаю, что только одного Медведева он не контролирует, а так всех. Причем, ну, если такой расклад, то фактически Медведев вот является вот такой куклой, который вжжет пальцы, она там кривляется и он не понимает, что он на пальце у Вячеслава сидит. Ну, посмотрим, я думаю, что скоро мы увидим, так сказать, последствия этого. Ткачев заявил после поездки в Париж европейскому мясу в России делать нечего. Нечего европейскому мясу делать, видишь, какой Ткачев молодец, вот нечего делать. Вот я сразу спрашиваю, у нас огромное количество людей смотрят из Европы. Вот сколько там стоит мясо, потому что он тут рассказывает про дороговизну европейского мяса, Качев, и про дешевизну российского мяса. Сколько в России стоит мясо сейчас? 400 рублей, ну, средняя цена. Сколько вот мы хотим знать, сколько стоит мясо в нормальной, то есть, мы говорим о нормальном мясе, который можно купить на базаре, не то, который там какой-то в ленте лежит, ужасный какой-то кусок, не пойми на чё, похожий. А нормальное мясо, то есть, такое, который едят. Да, вот, поэтому там и зарплаты намного выше, пенсии выше. Нет, я просто про цены говорю. Вот сейчас нас с Европы смотрят, напишите, пожалуйста, в чат, сколько стоит кило мясо, стоит 350-400 пишут, это... 5 евро в Европе. 5 евро, это сколько по 70, будем считать. 350 рублей. 3 евро в Германии пишут. 3 евро. Ну, будем считать 350. Свинина шея 3,99 евро, да, ну, те же цены или ниже, видишь? Те же цены или ниже? Максимум пишет 7 евро, ну, та же цена. в Канаде 10 долларов, но это, конечно, уже круче. Вот, видишь, ну, цены практически те же, даже меньше. Поэтому, что тут скажешь? так, интересно, про Францию тут вот сразу тоже такая новость хорошая, что французам, будь здоров, французам государство компенсирует покупку велосипедов. Представляешь, какая прелесть, Вот, будут доплачивать 250 евро. тут мамаши, которые третьего ребенка родили, нифига, ничего не доплачивают, нужно там на пенсию это отправлять или еще куда-то там отправлять, ну, конечно, путинским уродом. А здесь вот за велосипед, как вот, представляешь, как хорошо было почтальону Печкину. Он там с самого начала был добрый. Почему? Потому что он злой был, у него велосипеда не было, да? А добрым стал, когда велосипед появился. Ну, вообще, очень здорово. Вот такие вот программы, это просто сказка какая-то. Представляешь, люди покупают велосипеды. Мне многие скажут, что, ну, в России бы тут ходили бы все с одним велосипедом и с одной бумажкой и получали бы по 250 евро. Может быть. Поэтому и нужно хотя бы 5 лет чистить тут все. нам только что соратники прислали надпись план Путина и фотография хрен боярский без соли. Хрен боярский, да, хрен боярский, тот самый вкусный. Причем банк та же самая, ровно, то есть, видимо, это уже тренд с этим. Ну, мы сегодня зашли с Романом, он увидел на театральной площади рынок вот этот вот и там он увидел вот этот хрен, я бы и не углядел его. Он говорит, смотри, какая прелесть. Ну, мы купили, 50 рублей стоит. Аэрофлот отказался выплачивать дивиденды за 15-й год из-за убытка. Да, Аэрофлот отказался выплачивать дивиденды, Ютеир отказался выплачивать дивиденды, Роснана нафиг дивиденды, Банк Акбарс и еще сотня банков, практически не буду перечислять, практически сотни, никаких дивидендов, Серпы Молот, какой-то вот акционерный московский медзавод, Серпы Молот, без дивидендов, Россельхозбанк, ну, про банки я говорил, там их 100, Белзан, это Белебеевский завод Автонормаль, короче, тоже не нормаль, тоже ничего платить не будет, и Среднеуральский медиплавильный завод, абсолютно разные структуры, представляете, то есть, все занимаются, кто деньги делает, кто там металлы плавит, кто вот, там, на Среднем Урале медь плавит, и все, все нафиг, никому никаких дивидендов, и это о чем говорит, это говорит о том, о чем говорит Путин, что все хорошо, все нормально, то есть, будем сейчас двигаться по нарастающей, по какой нарастающей, все, приехали уже. Я так понимаю, что у большинства этих структур были очень большие активы, где-то в обороте, на бирже, и так далее, они этим часто занимаются, видимо, они все просто прогорели, потому что финансовый рынок складывается. Мне понятно, что у них были акции выставлены на продажу, какие-то большие пакеты, там, гуляли на бирже, да, там, кто-то играл на этом очень хорошо, но сейчас, видишь, как большое количество акционеров, а и при этом, наверное, совет директоров предполагает, что деньги лучше иметь самим, а не платить акционерам, то есть, это обычно делают на последних этапах, ты же понимаешь, то есть, все, когда доведены до края, думают, что это будем делать, давай будем кидать акционеров, потому что, если кидают акционеров, завтра эти акции не будут стоить ничего, они тут для, если они хотели бы как-то там, ну, удержаться на плаву, они бы скинули какие-то бабки, да, там, этим акционерам, и, может быть, даже больше, может быть, даже где-то заняли бы, чтобы туда вкинуть и прогнать какую-то там левую бухгалтерию, что у них все в порядке, как мы видели, делал это, этот, металлический холдинг, такого, который в Энгельске у нас тоже был, часть прогорел, как его, ой, забыл, ну, вот они постоянно, там у них росли, росли акции, там, раз оказались все нищие. Рогозин заявил, что Россия в 9 раз отстает от США в космической отрасли. Я прочитал, Регнон, потом Росбалк, я подумал, это шутка, потом я прочитал прямую речь Рогозина и понял, что это не шутка, вот он говорит, мы сегодня в космической отрасли отстаем от американцев в 9 раз, как это он сосчитал, вот эти в разы, я не знаю, это все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить производительность в полтора раза, повысим в полтора раза, но все равно их не догоним никогда. Вот это заявление, честно говоря, то есть, нам тут Рогозин заявлял, что все, мы там этих американцев крутим на одном месте, там вообще. На батутах они будут летать, помните? Да, да, да. Когда там говорили, что американцы полностью зависят от России, потому что они не могут на МКС, там своих астронавтов отправлять, Рогозин предложил им и на батутах туда лететь, на МКС американцам. Да, и представляете, даже тут Обама не виноват, вот как это ни странно, да, то есть, американцы все-таки знают, что-то значит, не просто тут опустили они Роскосмос, но еще и сами что-то делают. Метчел пишут, да, точно Метчел, она называлась от организации, прошу прощения, что забыл. Вот, и удивительно совершенно, как это вот он сказал, я даже не представляю. То есть, если меня спросили, может, вот вчера спросили, может ли Рогозин такой, как мы, наврядка, хотя Дмитрий Олегович человек не совсем предсказуемый, иногда он делает очень такие крутые заявления, я не знаю, зачем это ему нужно, но ему это точно не принесет каких-то политических дивидендов такое заявление в той среде, которая его поддерживает. Может быть... Материальные дивиденды? Ну, не знаю. Причем он, знаешь, вот сказал, что так и будет, значит, что если Российский право не будет стремиться к высокой производительности, так и будет смотреть на НАСА и Илона Маска. О, как. Ужас, конечно. То есть Илон Маск, который в 70 какого-то года рождения круче Роскосмоса, который и при Сталине еще создан, да? Это вот о чем вообще речь? Представляешь, куда надо было, в какую жопу загнать страну, да? Что сделал со страной этот фигляр ПЖ, да? Что вот Илон Маск, который молодой фактически человек, он для Роскосмоса это образец. Человек, который делает очень-очень умный человек, что угодно, но который делает космические корабли из этого и из того еще яхты делают из боксидки там фактически, ну да, клеят из боксидки, вот этого дракона он из боксидки с клеем представляешь, и вот он там образец для Роскосмоса. Представляешь, в какой жопе мы находимся? причем сам Илон Маск хотел с ними сотрудничать, но а теперь они с ним хотят, на него равняются. Мантуров заявил, что поставки Ил-114 начнутся в 19-м году. не хочу, ты знаешь, такое ощущение, что они имеют машину времени и как-то вот время подгоняют под себя, то есть властелин, мы уже говорим, что Путин властелин времени. Мантуров говорит про Ил-114, уже поставки начнутся, тут мы слушаем Рогозина, который нам говорит о том, что самолет Ил-114 на 64 пассажира закроет для нас практически все потребности внешне властных ТТТ, даже сейчас мы надеемся, что уже так мы надеемся, что уже с 19 года авиапром выполн свое обещание за счет технологического задела мы получим уже порты для госавиации, а с 21 22 года этот самолет пойдет в серию на Нижегородском заводе Сокол, то есть 21 22 год это только в серию его запустят, а нам рассказывают Мантуров говорит, что поставлять его начнут с 19 года, а на это время как раз отнесено 50 миллиардов рублей, которые дадут на проектирование, это как вообще, о чем они говорят, просто жесть какая-то, они еще его до конца не запроектировали, на это деньги нужны, а уже в 19 году будут выдавать, что они будут выдавать-то, и такая же самая ситуация, ссыл 96 400, вот такой 96 400, они тоже будут строить в 2000, фиг знает каком году, и на него тоже запланировали еще полтишок, то есть 2000, там, каком-то лохматом собираются строить, а пока собираются проектировать, но уже знают, что это будет ИЛ-96 400, да, ты хотел что-то сказать? Да я хотел в другую тему сказать, наш хороший соратник из Балтийска, вы его знаете, пишет, что в Польше хорошая свинина стоит 12 злат за килограмм, злот за килограмм, это примерно 180-200 рублей, и наши же соратники в чате пишут, что свинина в Крыму 500 рублей за килограмм. Ну и у нас тоже нормально, если вырезка какая-то, она тоже 500 стоит. Ну, пишет еще, что в Израиле около 600 рублей за килограмм. В Израиле подороже. Я так предполагаю, там и зарплата немного. Такой зарплате медицине и все такое. Можно потерпеть, причем в Израиле ниже не едят свинину, да, то есть свинина это там деликатес должна быть, да, поэтому ну уж можно потерпеть насчет деликатесов, да, вот у нас тоже не едят, например, черную икру, потому что ее нет, да, причем ни за какие деньги. Насчет самолетов, там, к 2022 году уж Илон Маск летающие машины запустит. Да, они уже сейчас их запускают, эти летающие машины, вот сейчас в Японии проходит как раз международная конференция, поэтому вопрос там 5 или 6 проектов, тех, которые в ближайшее время будут в серию уже войдут, это уже серийные будут образцы, причем летающие машины, венгры какие-то делают, то есть, те, кто обычные машины никогда в жизни не делал, они уже летающие делают, а здесь, здесь все полный упадок, здесь все, здесь вот Маск, Илон Маск со своим драконом из боксидки, и вот я говорю, я очень уважаю этого человека и то, что он делает, но все равно это частный космос, это частный космос, это также отличается вот я думаю, как строительство яхт из пластмассы, да, отличается от строительства каких-нибудь авианосцев, вот так же отличается, должно отличаться строительство вот этого Маска, да, от Роскосмоса, а получается наоборот. план по легализации работников исполнили на 15%, да, видишь, то есть по-другому нужно сказать, что никакой легализации нет, по сути, то есть что значит на 15%, значит на 85% не исполнили, то есть в Саратской области решили, что надо легализовать почему-то 99 тысяч человек, в 15-м году 99 тысяч в 16-м году и вообще по 99 тысяч все время легализовывать. Что это значит, я очень удивился, а значит это надо прийти к руководителю предприятия и присесть ему на уши и давить его, чтобы он тех людей, которых они каким-то серым путем принимают на работу, чтобы они с ними их легализовывали, подписывали с ними договора, платили за них налоги и так далее, и тогда все будет хорошо и будет им счастье, но и счастья им не будет, потому что 15% они смогли выклинчить таких легализованных. Иркутский губернатор-коммунист Левченко планирует возродить колхозы. Ну, что тут скажешь, ну, планирует возродить колхозы. Колхозы он никогда... Для того, чтобы возродить колхозы, нужно возродить Сталина. Давайте, говорится, откровенно. Сталин, я понимаю, о чем он говорит. У нас такие колхозы и сейчас есть. Особенно после... В 90-е годы было много крепких хозяйственников, так называемых, которые были председателями колхозов, а потом стали руководителями вот этих вот новой формы хозяйствования. И фактически были те же самые колхозы, только эти крепкие хозяйственники стали там царями вообще. Ну, мы знаем, вот самые дорогие машины, которые в то время стояли у правовой академии, это как раз детей этих крепких хозяйственников. То есть, вот дети этих крепких хозяйственников, это как раз первые мажоры России, так скажем. все изменилось, левченька, все изменилось. Правительство направит на неотложный ремонт дорог более 10 миллиардов рублей. Ой, какие деньги, Медведев бьет себя в грудь, и он на самом деле думает, что это большие деньги. Вот ремонт Московской, помните, он обходился 2 миллиона долларов километр. Ну, она вся провалилась, правда, и Родавик сказал, что она простоит там вечно. Ну, она вечно не простояла, в 13-м году отремонтировали, сейчас уже все, эти провалы в Нарнию, туда входы в Нарнию. А что такое 10 миллиардов? По российским расценкам это чуть более 100 километров дорог. Можете себе представить, 10 миллиардов рублей, чуть-чуть больше 100 километров дорог. То есть, по тем расценкам, которым они берут. Так что это на 20 городов. Это по 5 километров в городе получается. Кто-то скажет, может, не везде такие расценки, пусть это будет 200 километров, пусть это 300 километров дорог отремонтировать, смешно, 300 километров дорог для России. Даже если это новые дороги абсолютно с нуля, они там пробурят через горы, все равно это ничего. В России обсуждается идея создания национальной криптовалюты. Ксюшу Собчак президент. Я не против. Ксюша Собчак вначале должна будет попасть в плен, отсидеть в тюрьме два года, как Савченко. Потом смело может идти в президенты, не вопрос. Но для этого нужно какие-то кроме дома два еще сделать какие-то шаги и все. Каждый может стать президентом, но перед этим нужно какую-то жертву принести. Да, вот в России криптовалюту только говорят, что она должна быть предельно открытая, там еще какая-то и так далее. То есть тогда какая же она криптовалюта получается. То есть ребята они не знают что такое криптовалюта, они как те канадцы в Южном парке хотят электронных денег, они очень много слышали про криптовалюту, так как у них во всем полная жопа, но может залезем, тут подсказали умные люди, скажут, а почему в нам криптовалюта, вот если бы вовремя мы начали заниматься какими-то вещами, которыми занимался эгегей был. Вот сейчас у нас есть, например, я не буду подробно останавливаться, несколько проектов на сегодняшний день, которые эгегей для интернета, суперские проекты, но для этого нужно обладать в общем-то либо состоянием маска, либо рулить таким государством, как Российская Федерация, поэтому вот после 5-го 11-го мы их реализуем совершенно спокойно. и с этими электронными деньгами, конечно, они очень смешные, то есть такое ребячество, они отстают во всем, в информационном мире, находятся в жопе фактически, и тут они хотят к чему-то прилепиться, нельзя к чему-то одному прилепиться, можно работать в системе, ну вот поток идет, вот так вот как вода, да, ты не можешь там вот где-то вот к чему-то, к этому ты прилеплен, а ко всему остальному ты не прилеплен, он тебя исторгнет, либо ты в потоке идешь, либо ты вылетаешь, вот Россия вылетела благодаря Путину, потому что человек 19-го века, с мозгами из 19-го века человек пришел, а сейчас 21-й век. они очень смешно быстро переобуваются, недавно они только говорили о том, что криптовалюта это зло, которое угрожает стабильности Российской Федерации, и в мае как раз собирались ввести уголовную ответственность до 7 лет за майнинг фактически, за участие в создании криптовалюты, биткоинов и так далее, а теперь они хотят свою, интересную. Сбербанк мне говорит, я спрашивает, будет ли у меня власть великая хиромант, я тоже неплохой хиромант, поэтому правую ладошку я тебе не покажу, а левую покажу, и ты мне скажешь, видел ты когда-нибудь такую ладошку или не видел, где я хочу посмотреть, сам вид, где она, вот, вот на тебе хиромант, вот моя левая ладошка, вот, а правую не покажу, ну ты понимаешь, если ты хиромант, почему, так что вот такая вот левая у Мальцева ладошка. Сбербанк откажется от пластиковых карт через пару лет. Так, где это у меня, да, вот видишь, прямо очень бросились, они тут в ногу со временем откажутся, они от пластиковых карт, у них там что-то какие-то, значит, банкоматы будут, у них банкоматы какие, представляешь, они живут в 19, ну не в 19, в 20 веке, какие нафиг банкоматы, какие банкоматы, через несколько лет уже ни одного банкомата вы не увидите, все платежи, как вы видите, сейчас телефонный автомат на улице, кто-нибудь видел, я уже много лет не видел телефонного автомата, также и банкоматы не нужны будут, потому что и наличные деньги не будут нужны, их просто не будет, а у них все еще в голове вот это, вот они там, у нас карточки убирают, это они такие молодцы, а как с этими банкоматами по этим антропометрическим данным, там я не знаю почему, по отпечаткам пальцев, по всему, как ты будешь доверять, ну вот, я допустим доверяю тебе получить мои деньги, как мне туда отзваниваться надо, чтобы тебя записывали, а если я тебе сегодня доверяю, а завтра не доверяю, здесь с карточкой все понятно, я дал тебе карточку, ты пошел, сделал, со всякими кодами все понятно, я взял, перевел тебе деньги там, или тебе дал ключи все со своего кабинета этого, как он, личный, личный кабинет, да, все, смартфоны у всех пишут, конечно, у меня тоже пять пальцев, молодец, классно, в трудоведении тебя не возьму, значит, вот Ельцин, к сожалению, ебал, свои пальцы где-то по пьяни, так что, при этом, ведь, президентом стал. На основателя паблика свободная ингрия завели дело об экстремизме, за комментарий. Безумие, конечно, то есть, человек, там, что-то, какую-то свободную ингрию хотел, но по-разному к этому можно относиться, кто-то с чувством юмора, кто-то там по-всякому, но человек, что хочет, то и хочет, это его право хотеть то, что ему надо, да, вот, в интернете выложили визит к нему ФСБшников, ну, это вообще, то есть, человек, какой-то пост написал вконтакте в поддержку этой свободной ингрии, ну, то есть, отделения, там, каких территорий рядом с Санкт-Петербургом, от Российской Федерации, и за это забежали домой ФСБшники, кричали громко на пол ложиться, он же мог бы их этой ингрии повергнуть, наверное, так, вух, и они там все упали, одели на него кандалы, я думаю, обыска провели, только, что они у него дома искали, свободную ингрию они у него дома искали, безумцы, зачем они это делают, я думаю, что они очень быстро до 5-го, 11-го, 17-го года настроят против себя вообще всех, причем даже самих себя настроят против себя, то есть, вот такой парадокс. Да, ну мы прекрасно помним, как у нас задерживали Бабакулову, вот эту нянечку с головой, которая там обещала подорвать метро, как там герои полицейские разбегались в разные стороны, прятались там за зданиями и так далее, и теперь видим, как вот эти же, наверное, герои, ну там маски, непонятно, может быть, те же самые герои втроем запрыгивают в квартиру этого парня, который там комментарий оставил, ну посмотрите видео, увидите там с криками, лежать, стрелять будем, вон там, в общем, вот это героизм, вот им надо, наверное, еще одну медаль, за Бабакову медаль получили, надо еще одну медаль. меня спрашивают, можно ли сказать, что вот я видеоблогер, не знаю, наверное, можно, я не знаю, как правильно тут, можно ли сказать, что вы видеоблогер, можно сказать, что вы видеоблогер, наверное, наверное, если человек видит видеоблог, наверное, он видеоблогер, я предполагаю. суд отменил штраф ярославскому депутату за мемориальную табличку немцова да и видишь требует депутат чтобы вернули табличку но действительно забрали табличку куда-то там какие-то непонятные ребята до депутата оштрафовали он не мог табличку в память немцова повесить почему не мог с какой стати вообще это собственники здания решают что там вешать что не вешать так вот неправильно такой неправильный подход они играют с этими со всеми фсбшными этими делами с этими вот табличками они доиграются что будут будем вешать совсем другое понимаете вот доиграйтесь ребята когда вас будут вешать вы будете плакать понимаете это это серьезно я говорю потом вы будете вспоминать меня вот это вырезать показывать а вот мальцев-то говорил он уже тогда знал что будет вот будут такие репрессии в отношении вот этих дуриков конечно будут а куда мы денемся ребят никуда мы не денемся но народ же захочет вот этот депутат и все остальные они захотят как-то ну может быть он не захочет может быть он добрый но остальные-то захотят с вами счеты свести и вот за то что забежали положили мордой тыкнули и за то что обыскали за то что табличку оторвали вот эти мелочи они будут приводить к очень серьезным вещам даже не представляете каким и у нас никакой власти не хватит чтобы это остановить причем поверьте нам может быть даже мы будем хотеть это остановить но не станем ввязываться по причине того а зачем но если эта агрессия не будет против вас обращена значит а будет обращена против нас а на хрен нам это надо в москве на станции метро лубянка сотрудникам по сотрудниками полиции был задержан поэт сергей гондлевский после того как он сорвал приклеенный к стене в метрополитена портрет иосифа сталина позднее после непродолжительной беседы литератора отпустили без объяснения причин значит бред какой то я говорю вот это произошло потом это вот такие уже новости старые эльдара дадина квартиру обокрали и написали на зеркале мразь я напоминаю эльдар дадин это первый человек которого посадили за проведение несанкционированных митингов то есть человек который сидит не за что вообще просто так сидит за свое право в борьбе обретешь ты право свое на а вот верховный суд россии поддержал закон проект которому за оскорбление гимна страны можно будет получить наказание вплоть до года лишения свободы да представляешь то есть вот такие дела то есть поддержал закон проект верховный суд ну что ж посмотрим что будет дальше из-за нарушений в приютах для животных в москве возбудили 40 дел это связано с теми выброшенными на свалку трупами там какой безумное количество трупов был найден ну посмотрим что они там разберутся по этим уголовным делам какая-то информация вырвется потому что среди следователей тоже есть приличная публика они сливают информацию и мы об этом всегда знаем что же происходит на самом деле ставрополе зачитали приговор 27 участникам массовые драки в больнице в городе минеральные воды самый большой срок заключения получил зачинщик драки андраник цаканян 15 лет колонии строгого режима да мы помним у нас уже тогда эфир был и нам на эфир начали писать националисты наши русские требовать чтобы я заявил в эфире что армяне избили русских там туда-сюда я категорически отказался делать если вы помните там про меня начали писать что я там злодей и так далее вот я там на их стороне но я нюхом чую прочитав это даже официальное сообщение что что-то здесь не то а вот с того как позвонил анатолий нам позвонил потом кто кто там еще чернов тогда информацию скидал до чернов ротики был информацию да вот кто-то еще устало ясно что там не все так просто и вот по этому делу вместе с андраником цаканян им этим осужден казачий атаман евгений смирнов который там вместе с ним был ну правда в больницу он вместе не ездил там бутылкой по голове бил романа савченко и за это значит получил два года и его по сразу попал под амнистию конечно же вот и с той стороны тоже потерпевший руслан абдулжалилов то есть ну я далек от мысли что с одной стороны были одни армяне с другой стороны были одни русские то есть там не на национальной почве это все было и понятно что не может быть я вполне допускаю что национальный состав как бы и имел значение безусловно но это не нельзя так считать что это вот произошло из-за этого не за это так что такие вот дела в рпц предложили аттестовывать школьных учителей по православным предметам вообще там просто развлекаются и тут еще значит развлекается патриарх кирилл он он заявил а чего-то в минувшее воскресенье глава рпц в проповеди сказал зачем верить в бога и его милость если у тебя огромный счет в банке если весь мир у твоих ног если ты можешь сделать все что захочешь зачем верить в бога если у тебя могущество если у тебя вооруженные силы способные покорить весь мир и мы знаем как из-за денег в власти наиболее сильные процветающие страны сегодня исторгают веру из своей жизни это прям про путина вот про путина сказал ты это это ужас какой-то причем это он ничего не понимает что он говорит это про пусть он думает что он про обаму что ли это говорит про кого он там думает он говорит это новосибирская фирма начала выпускать надгробия в виде айфона я хорошо так видишь я только не знаю кто будет ставить я сразу вспомнил восемьдесят восьмом году я был в грузии наш автобус остановился напротив кладбище мы увидели могильный камень на котором была изображена волга газ-24 на которую оперся мужчина я понимаю так покойный чтобы все знали так вот смотришь в ворота кладбище а там сразу камень и вот этот такой покойный опирается не просто лоб какой-нибудь в нем газ-24 на сайте гибдд липецкой области активистам пририсовали плакаты да где тут фоткать это а вот она фотка очень забавная такая держи дистанцию тут гибдд-шники прорисовать такие плакаты еще происходит а то песочницы в песочнице песок пририсовывать то есть мы видим что значение информационного мира ну усиливается для многих чиновников он более важен чем мир реальный там там все все нормально но значит везде все нормально у нас время подходит тогда сейчас сейчас что ты ну вот вопрос пока тогда прочитайте а я попробую вот интересный тут новость тайский пасечник обнаружил в лесу наркотики на 7 миллионов долларов и раздал их друзьям причем не чтобы они употребили а чтобы они продали и как как-то свои эти закрыли долги там тоже наверное какие-то фирмы микро вот эти займы вот он раздал всем а саму не употребляет наркотики и в общем сам не продавал то есть делал это абсолютно бескорыстно сейчас не знаю что с ним делать потому что я так понимаю главный квалифицирующий признак это извлечение прибыли коммерческой из этого а здесь как прибыли нет просто друзьям помог ну там у них я так понимаю здесь это не прокатил здесь посадили по-любому а вот в канаде гипнотизер обездвижил телезрителя из франции представляешь причем гипнотизера миссмер фамилия сразу я вспомнил того мисс мэра который за 200 лет до нынешних событий ну за 200 с лишним лет во франции предлагал животный магнетизм так сказать разбавить из космоса при помощи волн там и были баке мисс мэра то есть можно было подойти подержаться за этот баке получить заряд из космоса заплатить денежку и так далее ну в общем то влияние магнитов на людей доказано хотя не доказано что баке мисс мэра помогали а вот здесь видишь все таки как тут нынешний мисс мэра оказался более таким продвинутым он из канады даже достал человека во франции хотя я понимаю что это какой-то такая истеричная натура человека и что может быть гипнотизер ты не имел никакого отношения как говорил марк твен да что жаль что английские монархи прекратили лечить людей рукоположением то есть раз в год так толпу принимали и клали на чело руку г-50 процентов вылечивались по-любому прошел рук положил все 50 процентов выльтись кстати над путину принять во внимание сусу в условиях отсутствия медицины может начать лечить ватников я думаю 50 процентов будут выздоравливать вопросы задают да вот главный вопрос задают по поводу того когда мы будем вещать мы спланировали вещать в воскресенье потому что это день выборов в интернете в три часа до 15.00 если надо 15.00 планирую планируем отвечать на вопросы то есть чтобы это был не программа новостей а поэтому вы можете присылать вопросы на которые мы ответим и в чат будет в чате пишите вопросы тоже как то я не знаю сколько у нас будет вещание ну как пойдет час полтора два там я не знаю как пойдет вопрос издают да если вячеслав не выиграет на выборах то это все мочилова не будет меня это не устраивает не то при чем здесь не выиграть это мы про это проба пера чисто мы выходим частную либеральную площадку на этой либеральной площадке мы хотим выиграть праймерис выиграем не выиграем я не знаю хотелось бы выиграть дальше выборы вообще нас не интересует в государственную думу нас интересует сам процесс подготовки к выборам потому что ну я разумный человек я же понимаю что даже если мы заберем 50 процентов голосов а такое вполне допускают при условии представляете на либеральной площадке сейчас побеждает мальцев и белов ну да и там то есть фактически пар нас это в том числе становится и партии националистов помимо либералов то есть на самом деле становится антипутинский фронт ну давайте говорить откровенно без всяких измах что это становится антипутинский фронт то есть желающих жить так сказать лучше людей тогда большое количество захочет проголосовать естественные володин и все остальные там в обморок сразу упадут и начнут ставить какие-то коряги в думу по любому они выбора брушу только чтобы не прошли националисты поэтому как конечно нам интересу нас интересует вот этот вот период так скажем избирательной кампании когда они не смогут нам отказать в эфире на центральном телевидении многие другие вещи где мы будем говорить абсолютно то же самое что я вам говорю но только эту вата будет слышать с первого канала представляете как это будет интересно для ваты мальцев ты хочешь быть президентом знак вопроса а ты думаешь мировое правительство позволит тебе у рептилоиды анунаки вот я ничего сказать насчет рептилоидов анунак я вот ни одного честно говоря не видит более чего да ну на к вполне допускаю что они есть но как-то если я их до этого не видел то возможно и не увижу и возможно влияние их вот на этот процесс будет минимальным мы видим что сейчас огромное количество процессов абсолютно спонтанные хотя он непредсказуемы но они спонтанные мы вчера об этом говорили поэтому посмотрим на анунаков и не факт что анунаки вдруг соберутся из каста и снимать 100 кто или рептилоиды с каждой снимать 100 кто рептилоиды за нас да вы с ветиком как-то рассуждали помню в эфире про этих инсекциоидов да вот никак не могу выговорить насчет насекомых да и вот про рептилоидов потому что не про тех не про других по абсолютно ничего не знаем только вот какие-то высказывания определенных людей но и легенды какие-то даты древние поэтому вот очень смешно конечно они нас слушают да что я должен сделать для революции чтобы 5 после 5 11 17 иметь коттедж яхту и много-много баб я предлагаю автору этого вопроса просто не идти на революцию эти в единую россию да 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 так они надолго хороший хороший вариант да мы я понимаю желание там человека в общем-то жить хорошо да и я уверен что те люди которые примут самое активное участие они не будут жить плохо и будут жить хорошо но конечно не не за счет всех остальных но я готов мириться с тем и даже не только мириться вы как бы и помогать тому что активисты революционных движений поправить свою и не только они нуждающиеся и не знать что мы выкинем этих посаде других посадим других да это абсолютно не значит но смысл такой что какой-то вот вы хотите все взять и поделить да может и хотим а чё почему нет а почему мы хотим все во первых вернуть и объединить что взяли и поделились взяли и поделили газпром взяли и поделили там роснефть и так далее но многое другое мы хотим это вернуть и объединить железную дорогу а потом уже будет будет разговор идти о том как это делить ну как ну там малоимущим там матерям вот которых трое детишек надо надо инвалидам надо на ну и так далее ну здоровые взрослые люди мы готовы ему обеспечить такие условия что они сами себе все заработают и коттедж и ну много баб не обещают потому что это уже как два от мужика зависит от каждого 1 у много баб у другого мал баб там и я в общем то не буду ничего говорить опять мне сейчас мы пишут добрый вечер на работе с боссом приклеили напоминалку на двери чтобы голосовали за вячеслава мальцева просьба передать привет в крым привет крым передаем да и предлагают чтобы в прямом эфире она пишет 28 мы определились что 29 мы выйдем предлагает чтобы 29 в прямом эфире дядя слава был в рубашке с галстуком будет солидно но как-то вот не знал галстук удавкает я тоже без ентузиазма к этому отношусь да мы как-то как-то так как мы относимся так что там спрашивают присоединят ли осетию в семнадцатом году не знаю я мы не знаю что будет в семнадцатом году с точки зрения путина какие у него будут приоритеты если наше мнение мы давно уже и обсуждали с товарищами это мнение как что мы это будем делать соседи а вот ровно ничего не будем делать мы считаем что южная и северная осетия должны быть едины и это безусловно это жесткая позиция а вот в каком качестве они будут едим то ли они будут самостоятельны и это был преимущественный бы вариант о котором можно было договариваться с грузией то есть как ребята вот мы северную осетию отпускаем вот южной осетии давайте сейчас программу подготовим совместную чтобы там людям жилось хорошо чтобы у вас тоже конфликтов не было никаких но здесь конечно нужно договариваться с грузией и очень серьезно договариваться и в общем нужно что там не было никаких днр лнр как обстоят дела сейчас мы же знаем то есть определенная категория граждан там в этой южной осетии которые стоят у самой власти и которым очень выгодно что туда ну не такие как в чечне конечно деньги идут но идут очень большие деньги и там их спокойненько делят и если вы зайдете на территорию грузии посмотрю посмотрите какие там школы и зайдете посмотрите здесь как небо и земля почему потому что там деньги до школы южной осетии не доходит насколько мне известно у нас там тоже зрители есть они нам пишут там там все нормально предыдущий вообще все крал эти вроде как не все крадут в любом случае это это не есть хорошо как говорят пишет наш соратник который если помните несколько дней назад задал вопрос про копателей мы его за вопрос такой взрыв бурю вызвал то есть с одной стороны профессиональные эти археологи до которые рассильно на меня зачем-то разозлились я не понимаю с другой стороны копатели и те которые под потенциальные копатели которые хотят ими стать они очень рады да вот он но даже не вопрос а просит привет передать пишет слава вам большой привет из петрограда сегодня встретил женщину на работе она уже не молодая но смотрит вас как и я передайте ей привет большой и доброго здоровья но к сожалению даже имени написал но вот женщина из петрограда который рассмотрит больше даем привет какая проблема после 5 11 17 вам кажется наиболее сложный до таких проблем очень много главная проблема конечно будет удержать людей от лишнего насилия как это не парадоксально это причем физически сделать это сложно это придется делать идеологически вот тут много над этим нужно подумать и поработать потому что это это серьезно да то есть говорят когда говорят про кровь ну нас кровь не пугает но лишней крови не хочется уже сами понимаете зачем с другой стороны есть определенные меры если не прольется как бы достаточное количество крови и эпоха ей не напьется этой крови то по прольется она через некоторое время потому что но люди захотят вот те же самые ватники которые сейчас кричат ура ура они будут тарать разорвить их на части когда там трибуналы начнутся когда будут показывать кто сколько украл когда мы их ловить будем там они как белки у нас по клеткам будут сидеть это же будет кошмар и вот тогда нужно будет эту энергию куда-то перенаправить это будет очень злая энергия куда ее нужно перенаправить вот это очень важный вопрос будете ли открывать границы с абхазией я думаю что многие границы в общем-то мы откроем в частности об абхазии мы не думали все вопросы я говорю связанные соседи и абхазии нужно обсуждать прежде всего с грузии в том числе потому что здесь вот это напряжение надо снять кстати если там постоянно будет очаг напряжения напряжения ну зачем нам это нужно тем более грузинский народ я вижу его как братский народ православные братья наши ну что нам делить можно договориться чтобы все было нормально и в абхазии в осетии тогда вообще никаких вопросов с открытием границы не не такое даже это же не 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 среди не сов среднюю азию открыть границу в осетии двенадцать процентов нами граждан которые живут они сейчас живут с российским паспортами да поэтому ничего не изменится от этого они не встрепенутся все и не прибегут сюда там кому-то эту незаконную миграцию осуществлять не не будут они этого делать поэтому тут опасности нет никакой опасность конечно напряжение которое может возникнуть с грузии а его точно не нужно то есть мы сделаем все чтобы никакого напряжения с соседями не было чтобы все эти узлы разрубить гордиева очень много вопросов пишет про ограничительные меры связаны с алкоголем и в частности про сухой закон что по этому поводу думаете после 5 11 17 временные или может быть не полноценное какой-то частичные но есть ограничительные меры какие-то бурт да я думаю что вообще людей как-то ограничивать это очень противные вещи прямо прямо противоположный эффект можно получить можно получить прямо противоположный эффект чтобы люди не спивались им нужно давать работу нужно давать мотивацию это найти тогда они не будут спиваться есть тот процент достоевского которые преступление наказание описывать всегда будет что бы ни делу всегда будет процесс проституток мармеладовых которые будут бухать но ничего мы с этим не сделаем ну будем мириться с этим как и все остальные поколения мы же не говорим о том что сейчас вот придем и создадим идеальное общество нет идеального общества потому что мы людям и не идеальны поэтому нужно будет с этим как как-то примиряться и как-то это так скажем ну обеспечить чтобы это не доминировал у нас то есть безобразие чтобы у нас доминировала то что ну правильно у людей а не то что неправильно но все-таки нужно понимать что ограничительные меры какие-то будут и должны мне конечно в том плане что не будет такого что сейчас бутылка водки стоит 100 рублей а там футбольный мячик 500 да то есть такого быть не должно именно создание альтернативы это наверное лучше чем любой запретительный в общем-то метод вот у меня задали хороший вопрос дядя слава будет эфир савченко я с удовольствием я с удовольствием с надеждой савченко провел в эфир и я знаю что у нас очень много друзей на украине переговорить если она согласится там я понимаю что сейчас там на разрыв дает везде тащат я бы с удовольствием провел с ней эфир и у меня есть несколько вопросов которые я хотел ей задать которые почему-то не задают я не знаю почему у меня в частности интересует вот технически как вот это было что ее привезли из днр лнр туда воронеж до воронежский следственный изолятор то есть кто привез как привез так далее через какой кпп если она их там как это был на машине на вертолете там на танке что это вообще было чтобы понять вот многие вещи для меня непонятно я понимаю что это подстава какая-то дачу но это есть все есть и по фамилии на это как это все происходило я могу с кем-то за очень интересно я самым подробным там поминутным разбором как все это происходило после 5 11 17 войска из грузии украины вы видите имеется ввиду войска которые находятся в днр лнр что ли и как как грузии имеется ввиду осетия но безусловно об этом и речи быть не может мы же говорили в этом миллион раз не только тут я думаю сирии все остальные вообще российские войска должны быть в россии я так считаю про сухой закон пишут альтернатива это наша альтернатива это спорт воспитание наличие рабочих мест я не жрать и конечно мотивация определенный даже вот то что мы сейчас делаем вот компьютера тоже альтернатива того что уж ну много альтернатив до легализуете ли марихуану как раз в тему но мы говорили что в общем-то не самая страшная вещь марихуана я честно говоря не против но я думаю что такие вопросы правильнее решать сообща но я не думаю что вот во-первых если оставлять под запретом то как был при советском союзе какой-то там южно-джуйскую манчжурскую ну что вот этот конопель который тут у каждого у каждой дороги растет что это нельзя да пошли на растет и растет и и даже загоняться из-за этого не из-за этого у нас большое количество наркоманов а из-за героина который везется тоннами этим занимается государства мы не будем возить тоннами героин с афганистана и найдем способ воспрепятствовать это прежде всего ну во первых это так сказать создание условий к каких мы говорили об этом о том что нужны специализированные какие-то окна так их назовем в лечебных учреждениях где наркоманы наркозависимые будут получать помощь в виде инъекции вот он героиновый наркоман чем чем нам с ним делать сжечь его вылечить не можем и не вылечить не жить не хочет он лечиться но пусть приходит мы будем его колоть нам лет легче это сделать и вы любого готовы ширять но должен прийти записаться все как положено и так далее мы будем его даром лечить но получается ситуация какая вот этот человек который сейчас интегрирован в систему он наркозависимый чтобы получать наркотики он торгует наркотиками которые ему передают он отправляет туда деньги тогда то есть получается сетевой маркетинг но он хочет торговать что ли он не хочет торговать он хочет получать наркотики мы дадим ему их бесплатно на тебе пожалуйста ну смысле на моего шерню там будет доктор специальных перчатках чистым шприцом и так далее все вот он этот человек не пойдет торговать наркотиками потому что ну во первых они у нас ничего не будут стоить если тебе уж очень приспичило заходи мы тебя уколи ничего это не будет стоить но в таком случае вот этот сетевой маркетинг рушится никому в голову не придет ввести сюда героин который здесь ничего не стоит ну кто ж будет продавать это не товар я предвосхищаю негатив страны подписчиков поэтому я вам напомню что он не так давно хотя уже к приличным давно больше года назад пришли к выводу что борьба с наркоторговлей в мире не увенчалась успехом скажем так единственный способ на самом деле бороться с наркотрафиком это легализация наркотиков да ну эскобард недаром когда это же его убили в 93 году он уже тогда до 93 года 800 миллионов долларов в год тратил на борьбу с наркотиками человек который торговал кокаином 800 миллионов всуропливал в америку для того чтобы боролись с кокаином он понимал чем больше будут бороться тем выше будет цена и в общем то товар будет приносить гораздо большую прибыль поскольку потребитель его цена будет расти ну и тут логично совершенно поэтому конечно вот такие вещи мы имеем ввиду хотел очень интересный вопрос зачитать надо заменить анашой все остальное анашой не замечу когда здесь 8 миллионов человек сидит на игле в россии как вы замените это все анашой тут целый целое ведомство огромный занимался тем чтобы посадить как можно больше людей на иглу огромное ведомство до сегодняшний момент пока путин их не разогнал и сейчас создал другой который будет тем же самым только за за большие деньги да пишут привет день назад в эфире обсуждали сбербанк связи с панамским делом но это не день назад было там по 25 числа но о проблеме с воровством карт в тему не вспомнили похоже за мальцева голосовать не буду вы просто боитесь сбербанк проще всего валить на путина таких карт но я так понимаю что речь идет о том что сбербанк ворует с карт но не этот наверное вот этих пара карты стоя у меня куда-то ушло все чё-то валят трансляции это сбербанк да нет карты вот пластиковые про пластиковые карты что они отменят пластиковые карты нет но не знаю я вы объясните про чё я сказал но вы понимаете ситуация какая те которые хотят голосовать не хотят вот если у вас какие-то сомнения не надо ничего то у меня нет сомнений я три года как проклятый на самом деле как раб но три года занимаюсь вот тем чем занимаюсь каждый вечер я выхожу к вам работаю и я не смотрю что вот если так будет то я выйду а если вот так будет то я не выйду я просто делаю свое дело потому что знаю что делай что должен и будь что будет и поэтому когда люди начинают торговаться вот вы это вы там с ядросами торгуетесь за гречку ради бога как как надо там голосовать как не надо со мной не надо торговаться я делаю свое дело и как бы стремлюсь чтобы люди делали свое но нужно понимать что если на данных этапах у нас уже возникают проблемы когда люди нам пишут вы мне не передавали привет в эфире поэтому я за вас не буду голосовать или там я 5 11 17 с вами не буду потому что имени не передали привет в эфире не рассказали о чем-то что я спрашивал но это как-то уже очень странно но таких очень мало сразу хочу сказать очень мало грамм нас слава ты нужен каждый день без тебя никто не организует пошли представители хотя бы да нет ну вы понимаете саморегулируемая система и мы говорим и сегодня вот я только об этом говорил и думал со своими соратниками что саморегулируемая система подпитывает сейчас сама себя вот в каждом регионе появляются уже люди которые думают также некоторые нас смотрят некоторые не смотрят тогда они объединяются между собой эти люди и они не должны выходить на какой центральный уровень создавать какую-то систему потому что должна быть определенной конспирации и изобличить их очень очень сложно когда их всех установит будет уже поздняк метаться что называется поэтому я думаю что смысл а всех привязывать к мальцеву который каждый вечер выступает у которого известен адрес известны все в общем то как говорится пароль явки да вот не надо привязывать но какие-то рекомендации ближайшее время последую часть вот мы праймерис проведем и основную работу конечно мы нацелили на после выборов в госдуму вот это все пройдет там конечно все всколыхнется и мы будем очень активно у нас уже готовы документы которые мы будем размещать время нас давайте наверно в конце еще раз 6 минут до еще раз про праймерис на самом деле завтра такой очень интересный и важный день у нас многие соратники в общем то такой день может быть даже с исторической точки зрения важнее потому что завтра нас впервые какой-то такой день объединяющий всех наших соратников да то есть мы каждый день выходим в эфир тут вопросов нет но завтра в 13 городах россии наши соратники в общем то выйдут не только в эфир но и на избирательные участки которые пойдут и проголосуют за вячеслава мальцева за 5 11 17 поэтому мы вам предлагаем ваши какие-то может быть короткие заметки комментарии фотографии было бы интересно посмотреть из вашего города на вашем избирательном участке может быть с вашим участием может быть если вы не хотите там себя на фотографиях запечатлеть да то может быть как-то иначе очень какие-то ваши интересные истории о том как вы голосовали за вячеслава мальцева мне кажется это будет очень интересно вот может наблюдатели есть кстати на некоторых участок но не на всех а есть секретные наблюдатели меня сегодня человек позвонил сказал что вот он будет наблюдать но он не говорит что он от вячеслава мальцева на все хорошо то есть у нас теневое правительство в действии у нас есть страница вконтакте у нас есть электронные почты которые внизу все ссылки указаны поэтому свои в общем то какие-то материалы на тему завтрашнего голосования вы можете нам присылать может быть какими-то нарушениями конечно не дай бог но если столкнетесь то тоже обязательно пишите мы это озвучим но будем надеяться что таких прецедентов не будет и 29 напоминаем все те у кого кто не может в городе проголосовать вы можете проголосовать на сайте волна перемен тут уже не зависит где вы проживаете главное чтобы вы зарегистрировались на нем до двадцать пятого числа мы знаем что очень много людей наших сторонников зарегистрировалось поэтому двадцать девятого числа начиная с полуночи до 21 00 призываем вас голосовать за вячеслава мальцева на волне перемен спасибо у нас менялись реквизиты будьте внимательны спасибо до свидания до новой исторической эпохи 525 дней осталось сейчас до свидания